Всем привет, друзья! С вами Глория Рай. Не забываем подписаться на канал, кто еще не подписан, а также досмотреть мой ролик до конца. Саша Черно уверяла, что она осознала, как была неправа и как портила жизнь своему мужчине. Она пообещала похудеть, дать свободу Йоси, позволить ему расти и развиваться, побороть свою лень, чтобы и он не ленился возле нее. В общем, много всего обещала, но опытные зрители уже тогда уверяли, что никаких перемен никто не дождется, потому что Саша бьет себя кулаком в грудь не в первый раз, но пока так и не перешла от слов к делу. И в ближайшее время не перейдет. Участница уже явно раскаялась, что принимала вину на себя и решила переосмыслить ситуацию по-другому. Сначала вообще заявила о расставании, потом передумала, и решила просто обвинить во всем свекровь. Она, мол, поддерживает своего сына во всех ситуациях, и он из-за нее не понимает, что не прав. Неужели так правильно воспитывать своих детей? Удивляется Саша. Кстати, сегодня Черно заявила, нас больше нет. Мой муж не ночевал сегодня дома. Соответственно, разбираться, где он и что, я уже не собираюсь. Очередная граница, которую он нарушил. Ни одного своего обещания он не сдержал. А Иосиф поделился. Я до последнего пытался все сохранить, но, к сожалению, Саша, кроме себя, не слышит никого. Я устал доносить ей банальные вещи, которым она должна следовать. Стоит ли вообще возвращаться? Как бы сильно не хотелось. Интересуется парень. Бывшая участница Римма Пинджиева в очередной раз жестко поругалась с Владом Кадони на съемках ток-шоу. Не уверена, что это покажет, так как было много мата. По-другому не доходит. Я понимаю, что Влад на работе, но это ему не дает права вести себя так, как он себя ведет, а именно злоупотребляет полномочиями. Если бы он не был ведущим, я бы ему давно дала по морде за то, что он очень часто оскорбляет и унижает людей на ток-шоу, а потом, как ни в чем не бывало, подходит после съемок и улыбается, и говорит «все хорошо». И это он шитя. Стало известно о том, что никакого пополнения в составе ведущих не будет. Соответственно, Либерж Кпадону не будет ведущей «Острова любви». В ближайшие недели бывшая участница Тата Абрамсон вместе с маленькой дочерью отправится в Монако. Ни для кого не новость, что в Европе Тата надеется не просто погостить, но и остаться на ПМЖ, тем более, что там ее ждет состоятельный ухажер-миллионер. Впрочем, девушка еще даже не приехала, а уже недовольна потенциальным женихом. В одном из недавних прямых эфиров Тата откровенно призналась в том, что ее устраивает бойфренде далеко не все. Более того, они частенько ругаются. Не скрывая Тата и грусти по поводу предстоящего отъезда, еще недавно убежденная в том, что сможет легко обосноваться в чужой стране, теперь девушка настроена куда более скептически и опасается грядущих перемен. По словам Абрамсон, она не рассчитывает на гостеприимство ухажера и более чем вероятно. Ей придется всего добиваться самой. Вот так новости. Мало кто верит в любовь и трепетное чувство Сергея Кучерова по отношению к ведущей Юлии Фременковой, что, впрочем, неудивительно, ведь подобные предположения хейтеров часто провоцируют сам выпускник Дома-2. И недавнее видео, опубликованное Сергеем в сториз, стало отличным доказательством его равнодушия к Юле. В коротком ролике Сергей просто разглядывал незнакомку с аппетитными формами. Так Кучеров дал понять, что может бесконечно наблюдать за спортивными девушками, которые качают попу в зале. И все бы хорошо, но Ефременкова даже рядом не стояла с витоняшками, хотя именно спортивные и накаченные девушки привлекают Сергея. Впрочем, догадаться, почему Кучеров продолжает сожительствовать с Юлей, не трудно. Ни для кого не секрет, покинув проект, Сережа так и не нашел работу в Москве. А значит, сожительство с Ефременковой для него вынужденная мера. Именно Юля оплачивает расходы бойфренда, катает его на Сейшелы и из своего кармана оплачивает съемную квартиру в Москве. Зрители так долго ждали, чтобы Леша, Безус и Милена Безбородова расстались. И когда они наконец-то разошлись, не все могут поверить, что это все-таки конец. Все еще сомневаются, в том числе и сама Милена. Девушка постоянно пишет посты, посвященные ее чувствам к бывшему избраннику, в надежде его разжалобить, но пока безрезультатно. Недавно Леша заявил, что ему не жаль Милену, потому что девушка на самом деле не столько страдает, сколько играет на публику. Один из последних ее постов кое-кто из пользователей так и расценил. Девушка пожаловалась, что утратила аппетит. Тут же добавила, что ест неправильную еду, а под конец уточнила, что волнуется за свое здоровье. Кое-кто из подписчиков сразу же спросил, как такое возможно, почему Милена и голодает, и ест неправильную пищу, и боится заболеть. Девушки посоветовали обратиться к психиатру и не высасывать проблемы из пальца. К тому же попы у нее никогда и не было, так что нечего рассказывать, что она ее потеряла из-за страданий по Безусу. Зрители в шоке, в каком состоянии кроватка дочери Ольги Рапунцель. В каждом эфире Дома 2 зрители выслушивают дифирамбы, которые Оля поет сама себе. Девушка не упускает ни единой возможности сообщить о том, какая она хорошая жена и хозяйка, но в первую очередь Рапунцель считает себя идеальной матерью для Василисы. У зрителей не единожды была возможность усомниться в словах Ольги. Например, большую часть времени малышка, как правило, проводит с отцом или бабушкой. Более того, до недавнего времени все хозяйство веб-доме держалось на Татьяне Владимировне Григорьевской. И именно поэтому стоило женщине покинуть проект вместе с младшей дочерью, как Рапунцель утонула в грязи. Фолловеры в шоке от беспорядка в комнате брендов. Особенно зрители в шоке от того, в каком состоянии кроватка Василисы. Олю по полной программе отчитали за тряпки, накиданные на кровать. Молодой матери напомнили, что спать в неком подобии кладовки явно небезопасно для малышки. Как минимум у девочки может развиться аллергия из-за пыли или нехватки свежего воздуха. Алексей Купин позволил себе еще один акт агрессии в адрес своего противника. Тем не менее, Кирилл оказался не из пугливых и готов был отстаивать даже свою правоту на кулаках, невзирая на травму. Из-за сложившейся ситуации была очень напугана Майя Донцова, да и сам Купин, как только остыл, четко осознал, что при таком развитии ситуации его дни на проекте сочтены. Помня о ситуации с Ольгой Сударкиной, Купин вполне может повторить ее судьбу, отправившись за ворота телешоу без копейки в кошельке. Например, многие помнят, что игру новой удалось взыскать 300 тысяч рублей, а Сударкина была вынуждена влезть в долги, чтобы расплатиться по счетам. Более того, высока вероятность, что в ближайшее время будет жесткая отработка конфликта Леши и Кирилла. Но к чему все это приведет, совсем скоро мы с вами узнаем. Бывшая участница Анастасия Индальцева опозорилась на новом проекте. Настя отказалась от участия в Дом-2 и отправилась в Польшу, где стала участницей польской версии реалити-шоу «Экс на пляже». И если некоторые ее подписчики решили, что таким образом девушка решила отмыть свою репутацию, то ошиблись. Получилось наоборот. По слухам из сети, Настя стала единственной, кто принял участие в нескольких потасовках. После одной из них ей несколько швов наложили на лоб. А также она стала первой, у кого было волшебство, после которого девушке было прямо сказано о том, что на большее она может и не рассчитывать, и в принципе никаких отношений с ней никто не хочет. Пока неизвестны дальнейшие планы Насти, но не исключено, что это именно та популярность, о которой она мечтала. В противном случае, зачем было вести себя на «Экс на пляже» еще хуже, чем на Доме-2? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok